Дорогие друзья, мы сюда собрались, чтобы немножко побыть в присутствии Божьем. Малое время, которое нам Бог дает, может быть мы это выбрали, столько времени быть вместе, но это хорошо. Бог даровал нам это время, чтобы мы общались с Ним, с нашим Богом. И это прекрасно. В Слове Божьем мы много читаем истин Божьих и откровений. И на страницах Священного Писания есть истины, которые приятны Богу. И Бог любит, чтобы мы могли рассуждать об этом. Мы люди верующие, все. И в Библии есть тот, кто является отцом верующих. Это Авраам. Бог определил его таким образом, потому что он доверял Богу. В тех испытаниях, в которых он жил, в которых он был, Бог видел его сердце и он даровал нам пример. И мы хотим, чтобы в нашей жизни тоже проявлялось это величие Божие. В 4 главе Римлянам мы читаем Авраам, апостол Павел пишет. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющих несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, как многочислено будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело и утроба сарено в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверим, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вера наша в Господа Иисуса Христа вменяется нам в праведность. Если мы верим в Слово Божий, если мы доверяем, что Бог сказал, и это Слово в нас верно. Человек верующий – это тот, который верит всем словам Божьим, которые написаны в Библии. Сила веры Авраама в том, что он дождался того, что Бог ему обещал. Бог является источником веры. Он дарует каждому веру. И каждый человек, который взял этот подарок Божий, веру, в своем пути, он достигнет небесной Отчизны. Иисус Христос, Отец Небесный, Дух Святой, они являются этим источником веры и вдохновляют каждого христианина, который доверяет Ему. В Марка 1 главе 23 стихом говорится, что Христос говорит «Имейте веру Божию». Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст. Вера получил откровение о том, что еще не было, видимо. Благоговея приготовил ковчех для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир, наследником праведливости по вере. Верою Авраам повиновался призванию, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах Исааковых и Сиаковым. Санаследниками того же обетования, он, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени и не по времени возраста, ибо знало, что верен обещающий. Эти люди жили давно, но и сейчас, в настоящее время, есть верующие, которые живут верою. И они достигают, и верующие достигнут того небесного царства, который Бог приготовил для всех христиан. Авраам верил Богу, который воскрешает. И Бог, если обещал, то Он исполнит. И Он в своей жизни обращался к этому источнику, и всегда уповал, и Бог исполнил. По вере Его, по вере Авраама, Бог даровал ему то, что обещал. В главе Иоанна, 24 стих и 25, мы читаем такие слова. Истинно, истинно говорю, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавшие оживут. Иисус 6 глава, 40 стих. Ищущих людей. И люди вокруг нас имеют веру. Но какая она? Вера в свои силы. Вера в то, что они что-то смогут сделать. И многое подобное. Но это суетная вера. Вера в то, что человек создал зерно, если его смолоть, получится мука, может быть и хлеб спекут, но это зерно посадить, его не отличишь от обыкновенного зерна. Если его положить в землю, оно там загниет и все, и жизни не даст. А Бог тот, который жизнь дает. И когда мы верим Богу, что Иисус Христос есть эта жизнь, мы получим это, прощение грехов и получим то, что дарует нам Бог. Вера человека. Мы, люди, смотрим на окружающих и видим, у кого какая вера. Мои родители тоже жили и имели эту веру Божию, и имели свои познания о Боге. И я видел их упование, их надежду. И есть так, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Нему, имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Когда мы верим в кровь Иисуса Христа, в эту силу могущественную, умывать наши грехи и верим в Бог силен. Когда народ израильский был в пустыне, были моменты, когда они грешили. И в наказание Бог послал им змей, которые жалили их, и они умирали. А умирали они от того, что не верили в то, что воздвиг Моисей змея, поставил его. И сказано было, кто посмотрел с верою на этого змея, тот, если был даже и ужален, оставался жив. И в наше время дьявол пытается ужалить каждого человека, каждого христианина, каждого любого человека, принести ему этот яд обмана, который он сеет, чтобы человек умер. Но Христос – это Тот, Который был вознесен на древо. И если мы с верой посмотрим на Него, мы будем иметь жизнь вечную. Потому что Бог – Творец всего, Он дает жизнь. Он приготовил город новый, прекрасный для всех верующих, который ждет всех христиан, которые с верой ему доверяются и живут в воле Божией. Пусть Господь благословит каждого из нас жить верою, достигать совершенства верою. Потому что Бог есть – источник веры и благословения. Нашему Господу великому дивному слава. Мы сейчас, друзья, преклонимся. Поблагодарим Бога, прославим его. Айму, говеки слава.